День качества День качества празднуется 9 ноября, собственно, по этому поводу мы и собрались здесь поговорить о том, какие стандарты качества есть в компаниях, что интересного может рассказать нам Сбербанк о том, как контролируется качество в его филиалах, о том, как он развивается. Ну и, собственно, наш сегодня главный гость в студии – это Юрий Борисович Бычковский, управляющий Чуварского филиала по Сбербанк. Он будет отвечать на наши вопросы, но начнем мы, наверное, с краткой такой истории о том, как контролируется качество в Сбербанке. Потому что это один из старейших, ну как старейший банк, да, Юрий Борисович? Старейший банк в стране. 176 лет в этом году ему исполняется. Ему доверяют миллионы. И чем крупнее компания, тем выше должна быть планка по качеству предоставляемых услуг. Что есть на сегодняшний день в Сбербанке, Юрий Борисович? Какие стандарты у вас? Добрый день, Оксана, дорогие друзья. Ну, Сбербанк очень много времени и сил и денег тратит на изучение качества своих услуг и изучение мнения клиентов. Ну вот на моем, только на моей памяти уже больше 10 лет Сбербанк экспериментирует с различными метриками качества. Потому что, когда ты знаешь, какое у тебя качество, ты можешь этим качеством уже и управлять, и над ним работать. И если помните, там когда-то давно уже, когда филиалы Сбербанка стали только преобразовываться, ну, в такой вот очень современный, красивый вид, появились такие кнопочки сначала, когда у каждого оператора, кассира можно было оценить его по трем там кнопочкам, красное, желтое, зеленое. Потом появились какие-то смайлики, где можно было смайлик там отметить или выбрать там улыбающийся или не улыбающийся, и опустить в корзинку. Были и таинственные покупатели, это тоже Сбербанк экспериментировал с этим, заключал договоры с отдельными просто гражданами, которые готовы были бы работать, зарабатывать вместе со Сбербанком. И тем самым посещать филиалы банка и давать свои отзывы о том, что они там видели. Вот различные были способы, и вот последнее, на чем мы сейчас остановились в Сбербанке, это так называемая система CSI, это Customer Satisfaction Index по-английски. Это индекс удовлетворенности клиентов. Исследуется мнение клиентов очень просто. Выборочно по большой массе клиентов, после того, как человек совершил какую-то операцию в банке, в филиале, ему приходит смс с номера 9000. Оцените качество услуги в банке, поставьте цифру от 1 до 10. То есть 10 – это самая высокая оценка, а 1 – это самая низкая оценка. И по этой оценке Сбербанк, соответственно, выверяет по видам услуг, с каким качеством оказываются те или иные услуги. По своим офисам, по конкретным менеджерам даже, которые общаются с клиентом. То есть очень подробно и детально мы смотрим и наблюдаем за тем, и работаем за тем с этими оценками наших клиентов. В среднем сейчас хочу сказать, что по десятибальной шкале Чувашское отделение Сбербанка набрало баллов. Возьмем период любой. У меня есть период, это третий квартал этого года. Это 9, около 9,5 баллов из 10. Я считаю, что это очень высокая оценка. Но в любом случае мы будем искать еще и другие способы измерения качества, чтобы мы постоянно недовольны и сами внутренне недовольны своим качеством. Нам нужно постоянно выискивать те мнения клиентов, которые будут нам полезными, чтобы над этим можно было поработать. Это как в чудесной книжке, да? Жалоба как подарок. Жалоба – это точно подарок. Да. И в ряде офисов у нас есть специальные люди, они называются сервис-менеджеры. И в Чебоксарах у нас их четыре офиса, где сидят по специальному человеку, которые разбираются с особо сложными, скажем, вопросами клиентов. Не со всеми вопросами. Там каждый сотрудник филиала может сесть и разобраться, и компетентно дать ответ. Вот есть четыре офиса, где можно обратиться. И там на самые сложные, и обычно они такие очень длительные по времени поразбираются. Вопросы там готовы разобрать наши клиенты. В целом, есть и система так называемых «золотых правил качества» в Сбербанке. Я их могу перечислить, но я, наверное, так вот сагрегирую, что главное – это относиться к клиенту так, как если бы ты относился к своим родителям, к маме или к папе. Вот если ты представишь, что на месте клиента твоя мама, как ты будешь с ней общаться? Как правило, у нас мы все люди с одними ценностями, с большим уважением к своим родителям относимся. И поэтому, мне кажется, если такой пример перед каждым человеком будет стоять, и он будет общаться с другим, со своим клиентом, с другим человеком, то это будет самым главным мотивом решать вопрос клиента и обслуживать клиента на самом высоком уровне. Это очень интересный подход, потому что обычно, вот Игорь с Ириной сейчас не дадут соврать, то есть подход к клиенту как к родственнику, как к гостю, скорее свойственен неким бизнесом, связанным с услугами, ресторанный бизнес, там вот что-то. А вы в банке это применяете, и это на самом деле очень здорово. Плюс я знаю, виртуальная реальность еще подключается к этой теме, развивается она на уровне, из Москвы идет, что всех менеджеров пропускают через некие ситуации, с которыми сталкиваются клиенты, то есть люди с ограниченными возможностями, люди, пожилые люди, то есть кому сложно это что-то делать. Я думаю, что вот эта вот эмпатия, которая воспитывается, она, наверное, помогает. Абсолютно точно. Конечно, у нас наши люди, наш персонал, который работает с клиентами, они проходят через очень такие серьезные этапы подготовки, где в том числе и людей учат по тому, как общаться правильно на одном языке с людьми разных поколений, с разными запросами, и на конкретных примерах. Действительно, это очень важная вещь. Кроме того, даже внутри каждого филиала в конце дня у нас сотрудники, они собираются и обсуждают между собой. Ведь у многих были такие сложные ситуации. Кто-то не мог ответить на вопрос клиента, не смог решить его проблему. Но вот чтобы это не оставалось за рамками работы, нужно же находить этому какое-то решение. И люди обсуждаются и говорят, вот такая была проблема. И даже небольшой коллектив сам пытается таким мозговым штурмом набросать решение того, как можно было поступить, как в этой ситуации, кого можно было подключить для того, чтобы как раз найти решение каждой проблемы или просьбы клиента. Вот это, мне кажется, тоже интересный опыт, который мы используем. Если у вас есть вопросы, друзья, по качеству, я знаю, вот у Натали есть ситуация, с которой сталкивалась в жизни, то, что касается именно обслуживания. Думаю, Юрий Борисович сможет ответить на ваши вопросы. Юрий Борисович, у меня два вопроса. Первое, я просто хочу сказать огромное спасибо. Мы с недавних пор стали клиентами, как юролицо, издательский дом Грани, мы стали клиентами Сбербанка. И тут вот хочу сказать комплимент вам, потому что на самом деле мы видим результаты работы именно с юролицами, и они нас удовлетворяют. Другой вопрос физических лиц, и мы с этим сталкиваемся, причем сами, как пользователи зарплатного проекта, это, как нам кажется, с необоснованной блокировкой наших банковских карт. И вот федеральные ленты буквально в последние дни, не знаю, насколько эта информация достоверная хотела бы узнать, говорили о том, что в одностороннем порядке банки будут принимать решение о блокировке, карт, если считают вашу операцию сомнительной. Вот у нас такой действительно реальный случай в коллективе произошел, когда наш сотрудник, являясь пользователем зарплатной карты, решила перевести со своей зарплатной карты оплатить сотового оператора услуги, причем этот телефон завязан на эту же банковскую карту, и Сбербанк посчитал эту операцию сомнительной, и ей пришлось в течение целой недели, находясь в отпуске, довольствоваться, вот просто визуально смотреть на карту, но никак ей не пользоваться. Что-то меняется, и насколько достоверна информация о блокировке карты, и почему этот вопрос возникает у участников зарплатного проекта? Ну, первое, спасибо большое, что вы наш клиент, что выбрали Сбербанк, я считаю, что мы вас не подведем. И отвечая на вопрос по блокировкам, ну, я начну, наверное, издалека. Много вопросов в последнее время поступало не только к Сбербанку, но и ко многим банкам. И я знаю, что очень много жалоб, претензий, просьб отправляется клиентами в адрес силовых структур, МВД, прокуратуры и так далее. Это все связано с развитием мошенничества в киберсфере. Вообще, рост мошенничества, он, конечно, ну, такой, очень серьезный, надо заметить, в последние годы происходит. С чем это связано? Мир не стоит на месте, и все меняется вокруг нас. У нас появляются в нашу жизнь уже плотные, неотъемлемо входят и интернет, и смартфоны. И как бы мы ни хотели, мы уже отказаться от этого не можем. То есть сама жизнь вокруг нас изменилась, и нам нужно в этой жизни как-то учиться жить дальше. Потому что, ну, игнорировать интернет, игнорировать сервисы, там, покупки авиабилетов или чего-то еще, узнать простейшую информацию, мы получать электронную почту, мы уже это не можем. То есть это вошло в нашу жизнь. То же самое, как смартфон сейчас есть, наверное, у каждого первого человека, и это тоже, как бы, ну, невозможно избежать этого. Вот надо учиться как-то в этом жить, потому что те мошенники, которые раньше, я извиняюсь, так скажу, тырили деньги по карманам в общественном транспорте, вот они сейчас начинают переквалифицироваться, опять же, с изменяющимися условиями жизни. И думают, как бы еще украсть деньги из наших с вами карманов, используя вот те же самые там смартфоны, используя тот же интернет и новые современные технологии. То есть они не стоят на месте. Это очень важная тема, и я призывал и призываю людей сохранять бдительность. Сохранять бдительность, особенно используя современные технологии. То есть не терять ее, это точно. Это самое первое качество, потому что свой кошелек мы точно там на открытом месте не оставляем в помещении или в общественном транспорте. Что делает банк с этим? То есть банк активно уже не один год активно борется с попытками мошенников завладеть деньгами и банка, и наших клиентов. Вообще, как бы, ну, разделим все мошенничества на два фактора. То есть первое, это связано как раз с программным обеспечением, с интернетом, с гаджетами, да. То есть и в этом случае мошенники используют там массу всевозможных хитроумных штучек, чтобы там обмануть клиентов, выводить у них деньги. Вот. Вторая тема, она связана скорее с тем, что мошенники ищут постоянно психологические подходы к клиентам. И здесь абсолютно не связаны ни с карточками, ни с интернетом, ни с смартфонами. Они выискивают поводы, как достучаться до нас, до наших ценностей, до наших чувств. Они начинают искать подходы и говорить нам, что там вдруг там мой родственник заболел, ему срочно нужны деньги там на какую-нибудь там страшную операцию и так далее. И они каким-то образом, ведь с каким-то людям, они действительно не достучиваются. Ну, буквально, просто позавчера приходит смс, но там не про родственников, правда, приходит, значит, смс от номера как бы Сбербанка, но вместо нулей написаны буквы О. Значит, написано, с вашего счета в Сбербанке переведено 14 576 рублей совершен платеж. Если вы, значит, против этого платежа, позвоните по номеру и сдачи дальше указан номер. Ну, то есть это явное мошенничество, да, то есть я позвоню с меня, снимут деньги. Совершенно. Но ведь люди же на это ведутся. Совершенно, наверное. Это же страшно. Многие люди просто вот как под гипнозом, им кто-нибудь позвонит, сказать, что вот вам сейчас заблокируют карту, если вот срочно не подойдете к банкомату, не наберете там свой импин, не переведете там свои деньги с какого-то на другой счет. И именно какие-то используют психологические подходы, чтобы человек поверил и именно сделал так. И в некоторых случаях это удается. Наверное, мошенник там миллион человек может обзвонить, да, если один даже сработает и переведет там 10 тысяч рублей, он будет рад. Это окупит его звонки. Но я к чему говорю? О том, что Сбербанк очень заинтересован в том, чтобы деньги оставались в целости и сохранности. Поэтому в Сбербанке организован центр борьбы с киберпреступлениями. И в том числе сфера обязанностей этого центра входит в внимательное изучение всех транзакций, транзакций всех операций клиента по его счетам. Приведу пример. Если человек находится, его постоянное место проживания и, допустим, транзакция там в этот день в одном месте, а другая транзакция в этот же день происходит совершенно из другого города, который там не связан там с его местопребыванием обычным, то у Сбербанка возникает вопрос, а может быть у клиента эту карту сосканировали или пытаются воспользоваться деньгами вообще из другого места, местоположения. И в этом случае Сбербанк думает, а что мне лучше, да, то есть мне лучше защитить клиента, объяснить ему, что у тебя могут быть проблемы, и этими своими действиями, может быть, я могу заблокировать карту. На недельку. На недельку. На самом деле Сбербанк блокирует. И когда Сбербанк блокирует деньги на счете, он присылает СМС. Присылает СМС, где говорит о том, что вот вам номер телефона с номера 9900, обратитесь по этому номеру в целях разблокировки карты. Человек должен позвонить, там будет ряд вопросов, на которые нужно ответить. Там, допустим, контрольная информация, номер паспорта, скажите, где вы там в последней операции, где вы пользовались картой, вспомните. То есть такие простые вопросы, которые человек, ну, обычно там помнит и ответит, и вопрос, как правило, решается. Другое дело, что если человек не звонит, Сбербанк понимает, что, ну, значит, есть какая-то проблема. И он эту блокировку не снимает. Нам кажется, и банку кажется, что так будет справедливо, так будет правильно. Мы деньги человека сохраним. И когда, допустим, у меня тоже операция, карта была скомпрометирована, не знаю, был где-то за границей, по-моему, там в каком-то банкомате, я не знаю, в какой-то стране воспользовался. Так тоже бывает. Управляющий. Так тоже бывает. И когда мне сказали, что моя карта заблокирована, я позвонил в службу помощи, я выяснил о том, что действительно именно за границей был список карт, прошедших через определенные устройства, был заблокирован специально для того, чтобы предотвратить возможное хищение денег. То есть я решил этот вопрос в течение дня. Я благодарен тому, что вот у меня, у меня были определенные деньги на этой карте, и, может быть, мошенники могли бы воспользоваться. Тем самым я банку благодарен, что он это сделал. Я не буду реагировать, ну, скажем так, с негодованием, потому что знаю, что он работает в моих интересах. Я хотел бы вот это сказать, это, наверное, ключевую мысль. Но каждый конкретный такой случай – это отдельная история. там очень много разного рода факторов, да, это может быть связано с телефоном, там, сменил сим-карту, да, там, у банка… Да, мог сотовый оператор определить просто не ту страну, как это обычно, ну, например, мы выходим в интернет, да, это как раз было связано со сменой географии, но я вот слушаю Юрия Борисовича, я понимаю, что если бы оператор, сидящий вот как раз на этом номере, объяснил бы вот точно так же, да, что это сделано, понятно, что попытались объяснить, что для вашей же безопасности, но если бы такое объяснение прозвучало, я не думаю, что осталось бы впечатление очень негативное взаимодействие с банком. Вот как раз здесь возвращаясь… Пойду работать в сервис-центр Сбербанка, чтобы объяснять очень правильно. Спасибо большое вообще за вопрос вот этот. Каждая такая тема – это отдельная ситуация. Мы вот вашу ситуацию… Ну, мне сейчас сказали, я не буду сейчас вот все рассказывать, мы ее детально-детально разобрали, у нас есть понимание, почему и как и что, мы готовы с человеком конкретно все проговорить, чтобы было в понимании. Ну, если в колл-центре недостаточно, скажем, понятно поясняют, то, наверное, есть над чем работать. Спасибо за жалобу. Слушай, ну я хочу отметить за глазом. Мне что очень нравится в колл-центре Сбербанка, когда ты звонишь, там берут руку и говорят, «Здравствуйте, Оксана Ивановна». Вот это меня подкупает всегда. Это правда уровень качества обслуживания, да, то есть когда и об этом бесконечно говорят там все бизнес-тренеры, все умные книжки, что когда к человеку обращаются по имени, то лояльность его автоматически возрастает. Дмитрий, хочу слово вам предоставить с вопросами. Здравствуйте, Дмитрий, газета «Грами». Вопрос вот такой вот. Не раз мне приходилось слышать, что люди не хотят устанавливать мобильный Сбербанк себе на смартфон и на планшет. Вот. Я даже знаю одну компанию, это сетевой ритейлер, мобильный ритейлер, кстати, гаджеты продают. Там на уровне руководства сказали, что не рекомендуют устанавливать на смартфоны. Вот объясните, в чем тут подвох и как бы предостерегите, или наоборот, может быть, люди перестраховываются зазря, боятся зря. Вообще очень странная тема, странная информация. Так, мне в копилку. Почему странная? Потому что есть два основных, два, наверное, ключевых софта для смартфонов. Это Android. Это примерно 70% всех устройств в мире. И у нас в стране там не исключение. Есть iOS для Apple. Вот iOS считается наиболее защищенным. программным обеспечением. В всяком случае, нет у меня на памяти зарегистрированных случаев взлома Apple. Поэтому достаточно надежная вещь. Android открытая система и действительно подвержена различного рода хакерским атакам. Это любой смартфон, независимо от того, он установлен на Сбербанк онлайн или нет. Сбербанк, понимая это, уже предустанавливает вместе со Сбербанк онлайн защиту от вирусов производства Касперского. То есть, антивирус Касперского идет уже сразу же с установкой Сбербанк онлайн. Это для человека бесплатно. Таким образом, практически каждый раз, когда человек хочет воспользоваться Сбербанк онлайн на андроиде, у него происходит проверка прошивки антивируса и проверка телефона на присутствие вирусов. У меня тоже, извините, есть андроид, и у меня, я не понаслышке знаю, как это работает. Таким образом, я считаю, что банк здесь взял уже на себя определенную функцию, опять же, защиты, защиты устройства клиента и защиты денег клиента, предустановив антивирус. Поэтому я считаю, что вот это очень, очень такой важный шаг Сбербанка навстречу клиентам. Но то, что вы сказали, я для себя, опять же, отмечу, надо будет тогда подробно разобраться, какой вендор или продавец вдруг не устанавливает. У нас нет от клиентов таких отзывов. Но это просто на уровне рекомендаций, никто это запретить не может. Просто тут как бы дело в том, что люди тоже переживают за безопасность и да, и большинство действительно андроиды, а не iOS. Так что... Ну да, просто было очень много информации в сети, на самом деле, о том, как взломаны в андроиде все приложения, в том числе Сбербанк онлайн, и что деньги списывались. Но по мне, так это вот та же самая история, что не носите с собой карты PayPass, потому что кто-нибудь с терминалом подойдет и спишет с вас денег. И каждому объяснять, что терминал достаточно сложное устройство, в котором просто так не подойдешь, не махнешь около карточки, да, очень сложно. Вот, поэтому это скорее-таки стереотипы, которые ходят и с которыми просто нужно там периодически бороться. Но, собственно, вы это и делаете, да, потому что образовательные какие-то вещи и в эфирах, и на телевидении, и на радио постоянно идут о том, как Сбербанк с этим работает. Анжелика, твой вопрос. Юрий Борисович, у меня такой вопрос, но уже из, наверное, вопроса качества, перейдем к более мирским, так скажем. Вот среди моих знакомых, ну и мы в том числе, задействованы в ипотечной программе. И скажите, пожалуйста, вот да, так довелось, так получилось, так случилось, что мы взяли процент, что мы взяли ипотеку под 10 процентов. Вот я говорю не только за себя, вот за моих знакомых. И сейчас идет тенденция к тому, что процентная ставка снижается. То есть постоянно, потихоньку, потихоньку снижается. Нам завидно. И мы хотим спросить, вот как можно рефинансировать? То есть я физическое лицо. Может быть, там делится на категории малоимущие, предприниматели, юрлицы и так далее. Можете объяснить? То есть мы подходим под ставку, рефинансируем, под программу рефинансирования. В каких случаях? Возможно. Вот у вас сейчас, по-моему, 7,4 процента, насколько я знаю, самые... Да, при особых условиях. при особых условиях. Спасибо большое за вопрос. Сбербанк уже в этом году, по-моему, не меньше трех раз снижал ставки по ипотеке. И сейчас у нас ставки, ну, одни из самых низких на рынке. Я считаю, они одни из самых низких в истории ипотеки. Вообще, потому что, ну, вот, возьмем время, до кризиса, до, там, 14-го года у нас минимальные ставки по ипотеке были, ну, в районе 9,5, там, 9,2, ну, вот такие, наверное, были. Вот. Сейчас ставки, которые предлагает Сбербанк, начинаются от 7,4 процентов по отдельным программам, а в эти программы включены, кстати, многие строящиеся дома в Чебоксарах, в том числе, Новочебоксарские, очень многие площадки известные, включены в этой программы, поэтому от 7,4 начинаются ставки, такого никогда не было. И если не брать вот какие-то отдельные эти площадки, то там есть ставка в районе, там, опять же, 9,5, ну, до 10% годовых. То есть, ставки очень низкие, очень хорошие, и мы действительно видим спрос клиентов, он оживляется, и, допустим, за тот же август месяц у нас уже около тысячи клиентов купили квартиры только за август месяц. То есть, это очень много. Тысячи квартир купили люди, там, тысячи семей обзавелись, там, мы оказали им поддержку и помощь, чтобы они получили, купили собственную квартиру. вопрос снижения ставок, мы будем ориентироваться, безусловно, на рынок, мы будем ориентироваться на центральный банк, на ключевую ставку, то есть, ключевая ставка будет падать, Сбербанк, как правило, либо ожидая, что ключевая ставка упадет, либо после того, как ключевая ставка снижается, Сбербанк делает движение, снижает ставку по кредиту. Это вот, как это происходит сейчас. Что касается рефинансирования, у нас есть наши собственные программы по рефинансированию кредитов других банков, мы активно рефинансируем, наша ставка составляет в районе 9,5%, 9,5%, вот, я считаю, очень хорошее предложение. Наши клиенты тоже имеют право на рефинанс кредитов, на снижение, не рефинанс, на снижение ставок, поэтому здесь все решается в индивидуальном случае. Продолжая тему процентных ставок, тогда уж в потребительские кредиты сразу обратимся, потому что по потребительским кредитам тоже снизились ставки у Сбербанка, насколько я знаю. Да, буквально с 16 октября мы снизили еще ставки по потребительским кредитам, сейчас они составляют, начинаются от 12,9%, на минимальные ставки 12,9% могут претендовать все клиенты, которые получают зарплату на зарплатные карты Сбербанка, и пенсионеры, которые получают на карты Сбербанка свою пенсию. В первую очередь эти категории клиентов могут от 12,9% получить кредиты. Возвращаясь к потребительским кредитам, если просрочка произошла и нет возможности в настоящий момент выплатить долг банку, предусмотрены ли какие-то программы, есть ли они и что делать заемщику? Спасибо большое. Вопрос, кстати, очень-очень частый. На рынке происходят разного рода процессы, изменения, они затрагивают иногда и целые предприятия, которые испытывают определенные финансовые трудности, и сотрудники этих предприятий, они могут получить некую задержку в заработное платье, либо потеряют рабочее место, разные ситуации жизненные могут происходить. Мы с пониманием к этому относимся, мы говорим, что тот, кто имеет не только потребительские кредиты, но и ипотечные кредиты, это большие деньги семейного бюджета, которые нужно отдавать. Поэтому, если у человека возникли трудности, проблемы, нужно прийти в банк, нужно прийти в банк, рассказать о проблеме, написать соответствующее заявление, и банк рассмотрит, и рассмотрит, в том числе и варианты, как можно помочь. Перенести долг, может быть, перенести выплаты на какой-то период, растянуть время выплаты кредита и так далее. То есть, там возможны масса вариантов, мы будем их смотреть, потому что нам не нужна проблема человека, нам нужен человек, который может справляться с долговой нагрузкой, и мы готовы ему помогать. Самое главное добавить, что в случае, если у кого-то образовалась задолженность, и он не может платить, надо в банк идти и разговаривать, потому что многие начинают замалчивать, ой, не заплачу, потом я телефоны не буду брать, когда мне банк звонит, и все это доходит уже до каких-то критичных моментов, когда уже идут суды, и когда приходят приставы, и просто там описывают имущество и забирают. До этого доводить не надо, поэтому если есть такие проблемы, то надо об этом говорить, приходите садиться с клиент-менеджером и искать варианты решения, потому что действительно там может быть 3-4, на которые обязательно ответят. Игорь, задайте вопрос, пожалуйста. Юрий Борисович, такой вопрос, немножко, не немножко, но вообще непотребительский. Несколько лет назад Герман Греф сказал, что, не несколько лет назад, когда он приходил в компанию, он сказал, я хочу научить этого большого слона танцевать. Моя задача, эту огромную махину, двигаться и быть очень активным и близким клиентом. Вот вопрос такой, возвращаясь к теме качества, все-таки, на ваш взгляд, за последние несколько лет, какой самый главный прорыв Сбера, Сбербанка, какое решение, я не знаю, форма, идея, сделали прорыв в качестве обслуживания клиентов в Сбербанке и такой неудобный вопрос, и провал, самый главный провал, то, что не получилось, то, что не удалось, то, возможно, от чего пришлось отказаться. Как-то провалы сразу на ум не приходят, но вот насчет того, какие шаги сделаны, научился ли слон танцевать. Германоскович задал эту форму, пусть он, как бы, в итоге для себя этот критерий ответил, пусть он ответит, научил или нет, но я вижу, что очень серьезные шаги были сделаны, и за те 10 лет, когда Германоскович руководит уже Сбербанком, произошли, на мой взгляд, просто, ну-таки, революционные изменения. И взять обслуживание физическое клиента, то есть в нашей филиальной сети, то есть сама филиальная сеть, она изменилась, она кардинально изменилась за 10 лет, то есть она стала вся единообразной, она вся стала с хорошими, как правило, просторными залами, с удобной мебелью, с удобным обслуживанием клиентов, и сейчас вы знаете, что наш стандарт уже базовый, это сидя-сидя, если раньше там были высокие стойки, где клиент стоял, а сотрудник сидел, то мы сейчас ушли от этого, и клиент должен сидеть в любом случае, ему должно быть комфортно. Это и электронные очереди, которые у нас сейчас повсеместно есть, и на самом деле мы знаем, что мы были одни из первых на рынке, кто стал, кто, скажем так, начал этот процесс внедрения электронных очередей, после этого они появились везде, и в банках, и в госучреждениях, и так далее. То есть, очень хорошая тема, что Сбербанк, он стал таким ориентиром, таким маркет-мейкером, то есть, он стал создавать вещи, которые пришлись по вкусу клиентам, клиент это почувствовал, клиент стал требовать того же самого от других игроков на рынке. Это радует, это хорошо. Мы рады, что мы в целом, как банк, Сбербанк, мы подтягиваем уровень качества. В цифровой сфере то же самое. Одни из первых реализовали мобильный банк, интернет-банк, Сбербанк онлайн, и Сбербанк онлайн по последней информации в этом году получили очередной приз как лучший интернет-банк в России. Поэтому я считаю, что это наши прорывы в том, что мы сделали для клиента. И более комфортно, значительно более комфортное обслуживание стало клиента физически в наших филиалах. И, что называется, намного более френдли, дружелюбным стал интерфейс общения клиента в цифре, в смартфоне, в компьютере и так далее. Насчет того, что не получилось, такой нетриальный вопрос, что не получилось. нет сейчас ответа насчет того, насчет провалов откровенных. Мне кажется, Сбербанк двигается очень поступательно и все время вверх. Вот. О чем говорят и курсы акций Сбербанка. Я тут слышал, что уже там до 210 рублей доходит курс акций. Это больше, чем в два раза, чем год назад. я считаю, это просто невероятно позитивная оценка рынка всех и акционеров, и инвесторов на то, что происходит в Сбербанке. Спасибо. В продолжение, да, вообще френдли и вообще новых каких-то тенденций того, что происходит, и покемоны, и соцсети. Денису хочу слово предоставить. Я на самом деле хочу спросить немножко про лицо банка. Вспомнить там 10 лет назад и вспомнить сейчас, это, ну, откровенно, новый, другой банк, совсем другой банк. Просто с тем же самым названием. Но, к сожалению, наши люди, когда выбирают любые услуги, товары, услуги, они очень часто пользуются некими стереотипным мышлением, стереотипами. Вот. И у Сбербанка, ну, чего уж там, да, ну, стереотипов полно. И более того, все, наверное, банки, так называемые, вот эти вот интернет-банки, сейчас это очень модно, они этим спекулируют, на этом спекулируют. И когда им говоришь, что там Сбербанк, там это, а чего вы можете мне предложить, а вот у нас есть интернет-банк, вот у нас вот он такой-такой, я говорю, все то же самое у меня есть. да, и все то же самое. А зато вот у нас есть кэшбэк, я говорю, да у меня кэшбэк-то получше, да у меня условия там другие, да у меня там ну, priority pass есть, да и так, и так, и так, вот. И у них уже нет аргументов, они говорят, ну это же Сбербанк, да. У меня вопрос такой, все-таки стереотипы есть, да, и мне вот интересно, как вы работаете с этим стереотипным мышлением, меняете ли вы каким-то образом что-то, потому что, потому что честно, да, ну как бы обидно, ну, потому что я пользователь, я знаю, я знаю, что это неправда, и вот, ну как бы обидно, да, за вас, можно так сказать, да, вот, что делается? Время от времени ко мне тоже звонит какой-нибудь оператор из колл-центра другого банка, и настойчиво предлагает карту другого банка, нового, модного, такого хайпового, да, я никогда не кладу трубку, я внимательно выслушиваю все, что мне говорят, я без всякой издевки пытаюсь выяснить, что еще есть там, чего нет у меня, то есть, я в кошельке, да, и я пытаюсь все время понять, что еще в сервисах есть у других ребят, я с большим уважением отношусь ко всем конкурентам, которые есть на рынке, никогда не скажу плохого слова ни об одном банке, и, ну, мне кажется, это нормальный, нормальный такой этикет, этика. Важно постоянно наблюдать, важно, чтобы кто-то нам в спину постоянно дышал, из, может быть, из молодых банков, с интересными технологиями, и мы, возможно, даже где-то можем уступить пальву первенства во внедрении услуги, но мы внимательно посмотрим на то, то есть, каких шишек набьет себе этот первый, и потом мы, что называется, правильным образом на чужих ошибках сделаем очень хорошее, правильное решение для наших клиентов и масштабово Сбербанка сможем предложить всей нашей базе клиентов. Ну, вы сказали, что есть некий образ у Сбербанка, я вот, честно говоря, уже этого, наверное, не замечаю. Было, наверное, лет 15 назад, а я в то время уже работал в Сбербанке. В определенные моменты было не совсем удобно в определенном обществе говорить, что я работаю в Сбербанке, честно скажу. За последние 10 лет у меня, наверное, гордости добавилось настолько, что я вот, ну, значок не ношу, но я вот, у меня значок, он в душе Сбербанка. я знаю, что я горжусь этой компанией, и то, что она делает, она делает, ну, многие вещи просто, что называется, лучше многих и первее, чем кто-либо. Поэтому я Сбербанком горжусь, и я считаю, что это дело просто времени. Если у кого-то такой стереотип еще остался с тех времен, это дело времени. То есть, чем чаще ты общаешься с банком через цифру или физически, тем больше ты понимаешь, какие изменения происходят, насколько банк становится более тебе дружелюбен. Я вижу, как вы занимаетесь, но может быть пора там немножко поднажать, потому что манипуляции идут, сильные манипуляции, особенно со стороны не только потребителей, хотя потребителей там очень много. Сейчас уже и интернет-банки вошли в малый бизнес. То есть, они начинают там демпинговать, они начинают там делать какие-то там, допустим, можно через банк-клиента отчетности отправлять и так далее, и так далее. Я знаю, что у вас тоже это появляется. Да, но последнее, да, в малый бизнес же есть история три месяца, да, по-моему, обслуживание бесплатного первого. не только три месяца, там очень хорошо, я понял, я могу ответить, да, все там некорректные действия моих коллег по цеху из других банков, пусть будут на их совести. Еще раз говорю, у нас есть своя концепция, у нас есть своя стратегия, и мы по ней будем идти. И я вас уверяю, что эта концепция в том числе предусматривает не только эволюционное развитие, то есть есть вещи, которые будут делаться именно революционным путем. В услугах Сбербанка, в имиджи Сбербанка, наверное, в применении последних технологий, которые существуют не только в банковской сфере. Я думаю, что в ближайшее время мы это с вами все увидим буквально в ближайшие уже год-два мы увидим очень серьезные революционные движения Сбербанка на всех фронтах. И, кстати, в малом бизнесе тоже очень большой, я знаю, пакет нововведений, которые понравятся предпринимателям, начинающим предпринимателям. Он уже вводится и сейчас, и он будет введен в ближайшее время. Поэтому просто наблюдайте за тем, что делает Сбербанк. Я вас уверяю, будет очень интересно. Ну и опять же, с точки зрения именно внешнего пиара, мне кажется, не стоит забывать историю работы с блогерскими сообществами, с бизнес-сообществами, та же самая программа «Бизнес-класс» вместе с Гуглом, которая собирает и объединяет людей. Вот я думаю, что все вот это вот как по крупицам, оно и меняет, наверное, отношения к банку, а кто еще помнит тот Сбербанк, я уже не помню, может, действительно кто-то помнит тот Сбербанк, который был там лет там 10-15 назад. Вот все это по крупицам и меняет отношения. И наше общение, в том числе и с блогосферой, правильно, Оксана сказала, и с журналистами, мы стараемся раскрываться, мы стараемся говорить как можно более откровенно, мы ни в коем случае не стараемся замазывать наши проблемы. я вообще очень рад, когда мне говорят о моих проблемах, что у меня не так в хозяйстве, потому что я знаю, над чем мне нужно сработать. Если я не буду знать эти проблемы, значит, я ничего не изменю, значит, у меня не прибавится клиентов или лояльности клиентов. Вот, поэтому будем менять шаг за шагом с каждой коммуникацией, с каждым нашим действием, с каждым нашим продуктом. Опять же, возвращаясь к старому слогану, все же знают, кто куда, я в Сберкассу. Мне кажется, это то, к чему мы опять просто возвращаемся и стремимся, кто куда, я в Сбербанк. Неважно, будет это онлайн вариант, будет это реальный офис, который стоит, мы просто к нему вернемся. Анжелика, вопрос был. Да, я не знаю, наверное, уже к физическим лицам, раз о юридических говорим. Действительно, Сбербанк удивляет постоянно. Вот, из последнего, наверное, комплимента, это выпуск карты ИТК от Сбербанка. Красивая, стильная, интересная, правда. И скажите, пожалуйста, может быть, вы поделитесь, что в ближайшее время ждет клиентов до Нового года или после физических лиц? С точки зрения физлиц, могу сейчас за Юрия Борисовича ответить, потому что буквально на днях мы общались как раз таки с представителями Сбербанка. При оплате ЖКХ сейчас физлицам, значит, если ты оплачиваешь два счета по полторы тысячи рублей, по платежам ЖКХ своим по квитанции приходишь, предъявляешь их в офисе Сбербанка, тебе выдают купон на скидки, причем достаточно серьезные скидки. Это аптеки, да, это аптеки, это клиника, это салон красоты, то есть там на стрижки, на лекарства до 15% скидки на лекарства, да, и медика, медики, то есть клиника, в которой можно там получить достаточно хорошие скидки и на обследование, и на какие-то аппаратные методики лечения. Но, опять же, безналичные чуваши, наш проект, который совместный, да, мы сейчас будем запускать, национальная телерадиокомпания и Сбербанк, проект безналичные чуваши, о том, что, в принципе, надо переходить на безналичные платежи, это удобнее, это выгодно, потому что там те же самые бонусы спасибо от Сбербанка, то есть это все сюда. Это то, кстати, о чем говорил буквально, когда я вчера смотрел телеканал, там глава чуваши, Михаил Васильевич, как раз было общение там с министром финансов Венилиной, они как раз общались насчет того, что нужно поднимать уровень прозрачности доходов и, соответственно, собираемости налогов, в том числе и связанные с развитием безналичных расчетов в республике. Очень хорошая тема, очень правильная, мы обязательно будем поддерживать эти инициативы по безналичной чуваши. Юрий Борисович, я все про свою степь, физлица-физлицами, но в регионе развивается малый и средний бизнес, то есть вот что меня интересует, для микро и малого бизнеса как себя позиционирует Сбербанк для этого круга лиц? Это банк, который помогает развиваться и кредитует активно, это банк, который упрощает жизнь в плане там онлайн какой-то помощи, я не знаю, отчетности, которая, возможно, появится в ближайшее время там, или это какого-то другого рода помощник малому и среднему бизнесу. Вот Сбербанк кем хочет стать для предпринимателей малых? Спасибо за вопрос. Безусловно, помощником. Помощником в том, чтобы и бизнес развивался, развивался успешно и долго. Поэтому мы для себя разделяем весь бизнес на несколько категорий. У нас есть крупнейшие клиенты, у нас есть крупные и средние клиенты, есть малый и микробизнес. бизнес. Вот. И каждый из этих групп клиентов занимается у нас определенное подразделение и группа клиентских менеджеров, которые и в Сбербанке предусмотрен целый набор продуктов и пакетов услуг для каждой категории клиентов. И, соответственно, и тарифное предложение выстраивается как раз для каждой категории клиентов. Если говорить малый и микробизнес, мы видим в этом наверное ключевое применение наших усилий. Потому что считаем, что как раз именно этот пласт людей, кто занимается предпринимательством, он и создает такой фундамент для в том числе и для республики Чуваши. Он может создать фундамент для получения очень хороших проектов и очень серьезных доходов. Что мы делаем для этого? У нас есть понимаем, что начинающим предпринимателям им нужно встать на ноги, им нужно иметь определенные знания о рынке, им нужно иметь определенные знания об экономике, о том, как начинать свое дело. Поэтому то, о чем мы сегодня тоже говорили, это программа «Бизнес-класс» совместно с Google. Мы предложили для наших предпринимателей несколько тысяч жителей Чувашии разных возрастов, разных профессий записались и проходят это в онлайн-режиме, кто-то в оффлайн-режиме ездит в Нижний Новгород, во Владимир, и там даются очень правильные знания людям о том, как начать, что ты должен знать, о деньгах, о рынке, о персонале, о том, как тебе правильно выстроить бизнес-план и продажи. Кроме того, мы понимаем, что должна быть очень щадящая нагрузка по банковским комиссионным, поэтому у нас есть пакеты для предпринимателей, очень щадящие, у нас есть бесплатные пакеты по открытию, ведению расчетных счетов, и не по времени, а вообще это бесплатный пакет. Все операции, которые проходят внутри системы Сбербанка, они, опять же, для клиента бесплатны. Очень важно, клиент, когда имеет определенный уже опыт работы на рынке, допустим, он имеет определенный опыт от трех или от шести месяцев, мы можем рассматривать его уже как человека-предпринимателя, который остался на рынке, прошел определенный жесткий отбор на рынке, и он не потерял интерес к своему делу, и мы готовы рассматривать его для того, чтобы подставить ему кредитное плечо, финансировать на покупку, может быть, недвижимости, может быть, тот хочет купить помещение под кафе, или ему нужны оборотные деньги для того, чтобы увеличить объемы своего бизнеса, мы готовы это рассматривать, у нас есть определенные условия, но опять же, сейчас мы сокращаем значительно и сроки рассмотрения всех кредитов, то есть сроки, у нас сейчас, если раньше месяцами могли рассматриваться кредиты, то сейчас это все переходит на дни буквально, у нас по некоторым кредитам, вот я в последнее время смотрел статистику, по некоторым кредитам решение принимается за два дня, два дня, ну, естественно, клиент должен принести все документы, но, кстати, за два дня, когда такое раньше было малому бизнесу, могли предложить такое быстрое решение по финансированию, вот, и тоже касается, то же самое касается темы цифрового обслуживания клиента, очень немногие люди и даже из бизнесменов хотят приходить в банк очно для того, чтобы решать свои вопросы, им проще это делать, так как они привыкли в своей жизни, через мессенджеры, через переписки, через удаленные каналы, поэтому у нас есть Сбербанк Бизнес Онлайн, очень хорошее средство для бизнесмена, чтобы он удаленно решал все вопросы свои с банком, в том числе, получая выписки, отправляя документы, платежки, получая информацию об остатках и так далее, и так далее, то есть, все это можно сделать, я считаю, что вот это, это еще далеко не полный тот перечень наших мер и действий, которые мы делаем для малого предпринимательства, я говорю, у нас очень много заготовок готовится в ближайшее время, я думаю, что мы порадуем наших клиентов. Ну что, на этой оптимистичной практически ноте хочу поздравить, Юрий Борисович, со 176-летием Сбербанка, пожелать вам процветания, роста, но я думаю, что все еще впереди, да, и сегодня мы о каких-то планах на будущее поговорили, может быть, еще какие-то есть, чего мы сегодня не сказали в связи с днем рождения. Оксана, спасибо большое за поздравления, спасибо большое за общение, дорогие друзья. В честь дня рождения Сбербанка, который у нас состоится 12 ноября, я бы хотел сказать большое спасибо, большое спасибо от Сбербанка, всем тем, кто является клиентом банка, а это, ну вот, по моим прикидкам, это практически все население, работоспособное население страны, потому что так или иначе, либо по платежам, либо по депозитам, либо по кредитам, либо каким-то еще другим услугам, люди соприкасаются с Сбербанком, поэтому, если ты даже один раз соприкасаешься в год, я считаю, что ты наш клиент, и я хочу сказать большое спасибо всем клиентам, что вы остаетесь нашими клиентами, большое спасибо всем тем, кто имеет активную позицию личную и высказывается о тех вопросах, которые у него есть, о тех проблемах, может быть, которые он замечает, и мы не видим. Я всем говорю большое спасибо и поздравляю всех с днем рождения Сбербанка. с вашим день рождения. Ура! Отводку давайте запишем и все. Сегодня за круглым столом мы обсуждали вопросы качества, поговорили о том, как работает Сбербанк, какие в ближайшем будущем нас ждут нововведения, и что интересного они предлагают своим клиентам, как физическим, так и юридическим лицам. Моим гостем сегодня был Юрий Борисович Бычковский, управляющий Чувашским отделением ПАУ Сбербанк. Ну, а я прощаюсь с вами. Меня зовут Оксана Очкасова. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»